Добрый день, уважаемые, дорогие друзья. Мы, когда выбирали тему сегодняшней встречи, остановились на теме модели правительства на освоевающемся рынке. Потому что главная просьба, это такая тема, о которой я говорил на основе своего сегодняшнего практического опыта, на основе этого опыта, который у меня был в государственной службе. Поэтому предлагаю построить нашу встречу таким образом. Я в течение некоторого времени сделаю несколько тезисов и постараюсь сделать акцент не на теории, которая, наверное, в этой аудитории не столь интересна и всем знакома, а акцент на практических аспектах, на что предпринимателю, на что бизнесмену стоит обращать внимание, когда предприниматель находится в фазе поиска финансирования для своих бизнес-идей. Это то, что может иметь, для вас, какое-то практическое применение или значение. Чуть-чуть подробнее остановлюсь на теме анализа рисков инвестиционных проектов, опять же, исключительно, исходя из моего сегодняшнего практического опыта. А после этого я предлагаю перейти действительно в режим вопросов и ответов. Наверное, на людьми тем я готов рассуждать, но есть вопросы, на которые я физически не смогу ответить, так как я, честно говоря, уже не знаю про этот ответ, но этот вопрос я вообще не помню на ответы. Ну, посмотрим. Во всяком случае, любые вопросы, которые присутствующие аудитория будут интересовать, я с удовольствием подвинусь своей ночью с ней, наверное. Такой фронт. Хорошо. Тогда переходим к моему выступлению и выступлению. Мы, основанно с Александром, вывали название темы «Модель правит-экотерпизнесса на развивающихся рынках». Первый вопрос, который у вас может быть развод, то есть, чем разница, почему мы делаем отличие между классовыми рынками и развивающимися. Если упрощать, то основная особенность развивающихся рынков в том, что на нем еще много чего нет. То есть, многое в новинку. И во многом, вследствие этого, и во многом, вследствие неразвитости новых институтов, найдут в рынке существенно более высокие риски. И вот это, с одной стороны, неизменно или, ображаясь, экономический риск, неизменно низшего из тех религийных проектов. А с другой стороны, высокая степень неопределенности, порождающая риски, она как раз и дает некоторые особенности для работы модели правит-экотерпизнесса. Давайте тогда начнем с определения правит-экотерпизнесса. А в российской терминологии у него нет руку. Есть неправность для тип сложившейся, а именно инвестиции. Но по большому счету это не совсем правильно, потому что есть понятие «direct-экотерпизнесс» в иностранной теории и практике, под которыми подразумевается совсем иное, чем прямые инвестиции в российской терминологии и в терминологии правит-экотерпизнесса. Сейчас наша компания «Альтера Капитал» выступила партнерно-спонсором издания учебника по теории и практике правит-экотерпизнесса в России. Мы делали первый переводный учебник на русский язык. И мы предложили свое название. Правит-экотерпизнесса – это «инвестиции в частные компании». Именно акцент на слое «частные компании» чуть позже я поясню, почему. И я предлагаю, мы попытаемся это предложить вот в этой книжке, как некоторые новости, надо попытаться уйти от термина «прямые инвестиции». Иначе многие иностранные коллеги, с которыми обсуждаешь те или иные проекты, не путаются и не знают, почему мы путаемся в понятиях. И так, я предлагаю правит-экотерпизнесса теперь называть «инвестиции в частные компании» со всеми особенностями с этим связи. Я уверен, что в этой аудитории хорошо известно, что две основных характеристики любого инвестиционного процесса и инвестиционного проекта – это есть модель «Риск и год» и в нашей терминологии сочетание ожидаемого дохода с риском. Но когда мы будем с вами говорить о модели правит-экотерпизнесса, очень важно добавить еще две функции. Первая функция – это инвестиционный горизонт. У любого инвестора всегда есть предпочтение о том сроке, на котором он готов проинвестировать свой капитал. Если для каких-то длинных инвесторов это может составлять 5-7 лет, то есть отдельная категория инвесторов, для которых инвестиционный коридор может составлять и 1, 2, 3 года. В стандартной практике инвестиций в частные компании инвестиционный горизонт не короткий – от 3 до 5 и больше лет. Вряд ли мы встретимся с вами с инвестором меньше, чем на 3 года, и 5 лет будет хорошим инвестиционным горизонтом. И третье, четвертое, точнее составляющее в дополнении к комбинации риска и дохода – это ликвидность. У каждого инвестора всегда есть свое ожидание по степени ликвидности его капитала. Опять же, существует много видов различных инвестиционных продуктов, но в private equity мы не должны с вами ожидать быстрей ликвидности. Обычно это не ликвидные инвестиции, что увеличивает степень риска и, соответственно, увеличивает ожидание по доходности на инвестированный капитал. Исходя из анализа вот этих четырех параметров – риск, доход, ликвидность и инвестиционный горизонт – в мире инвесторами-финансистами конструировано огромное множество тех или иных инвестиционных стратегий или инвестиционных продуктов. Инвестиции в акции, инвестиции в облигации, инвестиции в производные и финансовые инструменты, все виды разновидности венчурных инвестиций. В последнее время, в последнее время, это уже лет 30, как появились такие более изощренные формы, как различные хэдж-фондовые стратегии, различные стратегии фондов-фондов, так называемые спаки, модели ОНГО и ОНГО. Это все разные инвестиционные продукты, смысл которых сводится к одному. Каждый инвестор для себя выбирает свою степень риска, свою степень ликвидности, свою степень доходности, и у каждого инвестора есть инвестиционный горизонт. Я просто хотел проиллюстрировать вот эти четыре параметра различными инвестиционными стратегиями. Когда мы говорим об инвестициях в частные компании, у них есть, наверное, две основных особенности. Особенность первая – эта компания нигде не торгуется, и у нее нет публичной рыночной оценки. Оценка этой компании находится либо в головах ее собственников и менеджеров, либо в отчетах тех оценщиков, которые привлекаются для работы с этими компаниями. Поэтому объективного индекса, объективного бенчмарка рыночной стоимости при инвестициях в частную компанию мы с вами не получим. Это очень важная особенность, мы ее тоже чуть позже коснемся. Вторая особенность состоит в том, что обычно размер этой компании выше среднего, но ниже крупного. Крупная компания, которая способна предложить 25-30% своих акций для размещения на публичных рынках через стандартную процедуру IPO или SPO, должна помимо процента 25-30% предложить еще определенный объем ликвидности. Это означает, что на рынок в сегодняшней практике прайм-вестинг или производного вестинга предлагается 200-250-300 миллионов долларов. 200, наверное, это уже минимальная практика. Это означает, что компания частная, которая привлекает инвестиции по модели правитайпоти, будет находиться где-то в диапазоне рыночной оценки от 50 до 500 миллионов долларов. Это достаточно широкий диапазон. Может быть и меньше, может быть и больше, но стандартные наши ожидания с вами должны быть именно в этом объеме. Если ваш бизнес стоит от 50 до 500 миллионов долларов, то как раунд финансирования правитайпоти компании – это будет правильным выбором. Итак, сейчас я чуть подробнее расскажу о процедуре, как мы работаем с заявками. Наш фонд запустился с января 2011 года. Картелевый инвестиционный фонд работать как управляющая команда, мы начали с сентября 2010 года. На первом этапе, где-то с сентября по июну, с сентября 2010 года, мы строим и фонгровали так называемый «пайплайн». У любого фонда есть «пайплайн». Это много проектов, которые фонд готов рассматривать для финансирования. Для того, чтобы сформировать вот этот «пайплайн», обычно приходится перелопатить сотню различных инвестиционных идей. Из нашей практики, я сейчас назову точные цифры, могу ошибаться, но приблизительно так. Мы за этот период рассмотрели около 300 инвестиционных идей, около 300. И для себя в работе оставили 7. Это является стандартным выходом для любого «пайплайн» и «пайплайн». Где-то предназначено 2-3%. Есть два типа, точнее, гораздо больше, но принципиально. Давайте остановимся на модели возникновения инвестиционных идей. Первая модель, когда она приходит к тебе, когда кто-то прислал тебе кейм или кто-то прислал тебе бизнес-клан, или у кого-то из знакомых есть хорошая инвестиционная идея, и он предлагает тебе на нее посмотреть или на нее приинвестироваться. Это, наверное, тот путь, который вызывает абсолютное большинство предпринимателей, генерируя идею, подготовив бизнес-план, подготовив финансовые модели, дальше они обращаются в банке или в такие компании, как мы. И второй путь, когда «прайплайн» и «пайплайн» сама генерирует идею, сама анализирует рынок, сама смотрит на изменения регуляторной модели на рынке. Например, наша страна не так давно вступила в ВТО, что тоже меняет правила игры на целом на поле языков. И мы пытаемся, исходя из этой внешней информации и нашего понимания, как будут развиваться те или иные индустрии, те или иные отрасли, сгенерировать собственную виссонную идею. Давайте начнем с того, когда идея пришла к вам, когда идея пришла к нам. Существует несколько стадий фазы его смотрения. Первая фаза начинается с такого внутреннего анализа. Чтобы из 300 оставить 7, нужно пройти следующие шаги. У каждой правитой компании есть своя технология, свои стандартные формы, свои вопросы, которые они задают. Я поделюсь той практикой, которая принята в нашей компании. Поскольку у меня базовое образование не инженерное, экономическое, я всегда был сторонником индустриального модели. Любую инвессонную идею я пытаюсь представить формой завода. Мне так проще, мне это учили. А у завода есть потенциально три процесса. Первый процесс – это вход, когда в него входит какое-то сырье, материалы, комплектующие. Потом идет складка комплектации, идет переработка этого сырья, материала, комплектующих. А потом из этого завода входит какая-то продукция, которая поступает на рынок и продается, и не продается. И инвессонный процесс в нашей компании четко разбит на эти три стадии. Вход, переработка, выход. На стадии входа нужно проанализировать то сырье или тот материал, на базе которого предприниматель собирается производить будущий продукт. И вот здесь мы должны ответить на вопрос, что же является продуктом инвессонной идеи, и что будет продаваться, и кому будет продаваться. На стадии переработки вовлекается та или иная технология, которая обычно является ноу-хау предпринимателя. И эта технология должна обладать какими-то конкурентными преимуществами. Она должна чем-то отличаться от многообразия технологий, применяемых в этом же сфере экономики другими предпринимателями. И на выходе мы получаем тот самый продукт, который почему-то предприниматель верит, что он сможет продать, или сможет продавать в лифе на горизонте, или сможет продавать нарастающий. Каждый из этих этапов требует своего анализа. В какой-то момент я, поскольку много стал послуживать идей в сфере интернет-проектов или в сфере венчурных проектов, и я понял, что тот стандарт, который я только что рассказал, он абсолютно применен к любым интернет-проектам. Только на входе в интернет-проектах это либо информация, либо аккаунты, либо клики. В процессе переработки это какой-то портал или движок. И на выходе мы получаем маркетинг того или иного интернет-сайта. Моя теория о том, что инвестиционную идею можно декомпозировать интернет-сайта, в общем, пока работает, исходя из нашей практики работает. Все, что мы делаем на основании этих трех фаз, мы пытаемся выявить основные недоработки инициатора проекта и те риски, которые либо он не понимает, либо осознанно пытается спрятать от нас. После того, как вот эта фаза анализа проведена, и мы идентифицировали весь набор рисков, мы провели свой самый простой внутренний экономический расчет в уникновенной Excel-табличке, смоделированный бизнес-проект на основе того бизнес-плана, который принесут предприниматели. Если мы видим доходность, рассчитанную через интернет-рейт и фритрун, как внутреннюю норму доходности, больше 30%, тогда этот проект переходит на вторую фазу углубленного анализа. Но вот из моей практики 90-95% инвестиционных идей отваливаются на первой стадии анализа, которые не проходят вот эту проверку. Вот переработка выход на примере анализа рисков. Если, тем не менее, проект прошел, и он, кажется, достаточно продуманным и проработанным, и у него есть конкурентные преимущества, и количество рисков в нем не такое большое, мы подписываем соглашение, но не разглашение информации с предпринимателем, потому что дальше мы начинаем углубляться в сферу его коммерческих тайн. И для него должно быть важно, что даже если мы ему откажем от инвестиции, то эти коммерческие тайны не странно достоинам общественности. То есть мы берем на себя юридические обязательства с штрафными санкциями ту информацию, которую мы от него получим, не разглашать. Но тем не менее, мы переходим на стадию финансового моделирования. Мы строим собственную уже углубленную финансовую модель проекта с интеграцией туда налогового режима, с интеграцией туда всех рисков, которые выявлены на предыдущем этапе. Из моей практики у нас всегда получалось любой риск, и даже если он на качественного плана, питаться на тему количественного выражения. Либо выражающийся в снижении нереализованной продукции, либо выражающийся в не столь оптимистичных темпах роста продаж, либо выражающийся в выражении стоимости сырья. Но я всегда призываю своих коллег, и сам это делаю, и все риски интегрировать в финансовую модель. Дальше есть третья фаза анализа, она в нашем языке называется «Ду-Дириженс». Я, наверное, не найду ей правильного перевода на русский язык, но так уже сложилось, что все вынесутся в сфере «Дириженс». Что называют «Ду-Дириженс»? На стадии «Ду-Дириженс» помимо анализа технологий, помимо анализа рисков, рыночных рисков, помимо анализа макрорисков, проводится очень важная фаза. Это встреча с людьми, которые уже в этом секторе, которые уже в этом бизнесе, или так или иначе имеют к этому бизнесу отношение. Потому что человек, который в этом бизнесе зарабатывает деньги или терял деньги, он обладает наиболее ценной информацией о том, на чем можем прокололться мы, и может прокололться наш предприниматель, и на чем можем не заработать. Все факторы, выявленные на стадии анализа вот этих самых рисков, опять же интегрируются в финансовую модель. Если на выходе все равно финансовая модель выдерживает проверку нашего ожидания подоходности 30+, то тогда уже анализируются последние составляющие, точнее, есть еще три составляющих, но последние на стадии анализа. Анализ людей, анализ собственников. По сути, модель инвестиций в частные компании правит этой процеды. В большей степени ты инвестируешь в людей, и в большей степени ты инвестируешь в умение или неумение людей реализовать их инвестиционную идею. История знает тысячи примеров, когда блестящие инвестиционные идеи просто разбавились в силу ошибок менеджмента или конфликтов собственников, или конфликтов новых собственников и старых собственников. У меня есть правило, что если человек в своей жизни еще ничего не сделал, если у него нету истории небольшого или большого успеха, если у него нету истории, на которой он потерял деньги и из этой истории вышел, то вряд ли я могу быть уверенным, что те деньги наших инвесторов, которые мы ему доверим, не станут его первыми потерянными деньгами. Поэтому, скорее всего, многие инвестиционные фонды будут работать с предпринимателем, который в жизни уже что-то сделал, у которого есть сложившаяся репутация и которая известна теми или иными своими делами. После этого происходит структурирование сделки, очень важная перегородная фаза, на которой можно существенно повысить доходность инвестра. В зависимости от сроков инвестирования, в зависимости от используемых инструментов, в зависимости от тех гарантий и обязательств, которые налагаем на предпринимателе. Важнейшая фаза, которая в основном осуществляется профессиональными юристами-переговорщиками, но, тем не менее, мы всегда уделяем большого внимания. И последняя фаза – это анализ выхода. Уверяю вас, что любой профессиональный правительный ТЭП-синвестор прежде, чем принять решение о реализации структурного проекта, обязан задать себе вопрос, как и когда я из него выйду. Кому, зачем и почему я его продам? В private equity не бывает бизнесов семейных, в private equity не бывает бизнес-моделей на всю жизнь, независимо от того, какой кэш они генерят. Мы всегда инвестируем для того, чтобы рано или поздно это продать, и на этом заработает новый капитал, который либо мы отдаем нашим инвесторам, либо инвестируем. То есть здесь у вас должно быть четкое прагматичное понимание, что ваш союз с private equity инвестором прагматичен, отчасти циничен и конечен. То есть он обязательно когда-то закончится выходом. Моделей выхода может быть множество. Принципиальные – их три, вокруг которых строятся все остальные производные. Это IPO, это MBO, Management Buyout, это стратегическая продажа, продажа стратегии. Если проведя всю ту процедуру анализа, мы не видим выхода из проекта, мы не понимаем, кому мы его продадим через 2-3-5 лет, то тогда лучше сейчас в этот проект не входить. Очень многие ошибки были сделаны очарованием от бизнес-идей или очарованием от людей и не ответя себе заранее на вопрос, кому, когда и почему я это продам. Мы прошлись с вами по линейке, когда идея пришла со стороны, когда вы, например, как будущие предприниматели, будете привлекать финансирование и обращаться в private equity фонды. Я вам рассказал, как private equity фонды будут на вас смотреть. Второй подход – это когда идею мы генерируем сами. Когда мы анализируем рынки, анализируем перспективы, анализируем те или иные возможности. Дальше мы сами себя убеждаем, что в этом секторе экономики, в этом рынке, в конкретной стране, в нашем случае это наша страна, возможен в таком-то горизонте 3-5 лет прорыв. Прорыв с точки зрения реализации той или иной продукции. После этого задача упрощается, если мы приняли решение, что мы хотим идти в этот сектор, дальше задача найти лучшего игрока в этом секторе. Провести анализ всех игроков, провести анализ приблизительно по той же процедуре, о которой мы только что с вами проговорили, сделать выбор и уже дальше предложить сделку этому игроку. Я буду заканчивать, по-моему, и так говорил дольше, чем обещал. Хочу, чтобы из всего того, что я сказал, сказал, может быть, у вас в голове осталось, ну, наверное, 3 вывода. Вот если они останутся, то я буду считать, что сегодняшняя наша встреча прошла не зря. Вывод первый. Доходность проекта, которую вы показываете в бизнес-плане, или которую мы для себя рисуем, должна быть высокой или очень высокой. Потому что инвестор понимает, инвестор в private equity, что жизнь, она всегда многосторонняя и многообразнее. И существует огромное количество факторов неопределенности, рисков, которые по ходу жизни будут выявляться и которые нашу доходность будут съедать. Поэтому на старте к private equity инвестору надо приходить уже с высокой расчетной доходностью. И с доходностью ниже 30% приходить не надо. Ну, результат, скорее всего, будет отрицательным. Приходить, конечно, надо, но нужно заранее быть готовым к отрицательному результату. Второй вывод об эмоциональной составляющей. И с точки зрения инвестора, и с точки зрения потенциального интересанта, предпринимателя, который ищет денежные средства, любить свой проект как своего ребенка – это плохо. Любой инвестор на проект должен смотреть, как на проект, который рано или поздно ты продашь. Ты никогда не продашь своего ребенка, но в любом бизнесе, особенно в инвестиционном бизнесе, эмоциональная составляющая мешает делу. Проект нельзя любить. Как только ты влюбляешься в проект, то его шансы на провал увеличиваются колоссально. Я понимаю, что сейчас говорю такую достаточно спорную вещь, но, тем не менее, в инвестиционном менеджменте это практически постулат. И проект третий, нельзя забывать, что любой private equity бизнес – это бизнес во многом людей. Это справедливо вообще для любого бизнеса, но для private equity особенно. Любую инвестиционную идею, как я уже говорил, можно либо реализовать, реализовать удачно, либо развалить на стадии execution. В конечном счете, если в недвижимости анализ – это локейшн, 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 то в private equity бизнес анализ – это менеджмент, менеджмент и менеджмент. На тех людей, с которыми ты собираешься зарабатывать вместе деньги и вместе инвестировать, надо обращать большое внимание. И последнее тоже, может быть, будет здорово, если эта фраза останется у кого-то в голове. Есть замечательные слова в инвестиционном бизнесе, звучащие следующим образом. Любые инвестиции – это неудавшиеся спекуляции. Эту фразу приписывают Джорджу Соросу, хотя я уверен, что она была произнесена не им и задолго до него, может быть, он ее просто использовал в бизнесе. Но фраза, которую всегда надо помнить, и она, в общем, во многом объясняет менталитет инвестора. Менталитет инвестора – начинать думать о выходе до того, как ты проинвестировал, но уж точно на следующее утро после того, как ты проинвестировал. Любой инвестор мгновенно сразу будет искать возможность продать свою инвестицию с некоторой нормой прибыли. И чем дольше длится наш инвестиционный горизонт, тем дольше инвестиция, тем менее удачная спекуляция. Доходность от спекуляции обычно выше, чем доходность от долгосрочной инвестиции. Это тоже про менталитет инвестора. Наверное, мне кажется, хватит с теорией, готов отвечать на ваши вопросы. Очень хороший вопрос, да, правильно. Есть разные фонды, есть фонды с отраслевой спецификацией, специализацией. Они заранее выделяют 5, 6, 7 секторов, в которых они хорошо разбираются, в которых у них есть хорошие аналитики, обладающие большой базой данных, и они смотрят только на проекты из этих секторов. Есть фонды, как наши, они называются оппортунистические. Слово opportunity. Мы смотрим на любую инвестиционную идею, на любую возможность и анализируем ее по той процедуре, о которой я сказал. У меня вопрос, касающийся той идеи, которую вы сами назвали спорным и необычным, относительно того, что я готовлюсь направить бизнес. Знаете, как-то, ну вот я много работаю в публицистике, как-то я писал довольно большой цикл о крупнейшем бизнесменах, предпринимателях 20-го века. Ну, в общем, самые интересные проекты создали, уважаемые люди, которые погрузились в проект целиком, начали молодость, делили всю жизнь, ну, собственно, начиная от генной фронты и заканчивая делом бить. Вот, как в этой связи все-таки вы прокомментируете вашу ойс, если можно попробовать? То есть, речь идет не о создании каких-то глобальных проектах, а только о каких-то, ну, целях, которые необходимы для заключения вопросов. Можно, наверное, прокомментировать. Дмитрий Таймин, профессор нашего факультета, который в этом предоставил газету делал. Мы не можем выразить, пожалуйста. Дмитрий Таймин, хорошо известный человек не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Я почему я оговорился, потому что ждал этого вопроса, понимал, что он возникнет. То, что вы сказали, абсолютно правильно для того, когда ты развиваешь бизнес-идею и строишь корпорацию, строишь модель успешного, красивого, правильного бизнеса. Здесь можно привести не только примеры тех имен, которые вы и назвали, но и замечательный пример корпорации Apple, покойного Стива Джобса, который не просто привнес туда новую технологию, он туда вложил душу. И сегодня это становится очевидно уже большинству тех людей, которые анализируют опыт его успеха. Но жизнь показала, что вложив душу и перенеся эту душу на своих соратников или свою команду, он создал самую дорогую, самую успешную компанию мира. Во всяком случае, в новейшей истории, которую мы знаем. Для бизнесмена это обязательно. Без души, без любви к своему бизнесу ты никогда не построишь тот бизнес, который будет расти в долгосрочном горизонте. Для инвестора это опасно. Мой тезис касался инвестора. Инвестор должен быть прагматичным, потому что он не создает бизнес. Инвестор на коротком этапе, или не обязательно на коротком, привносит свой капитал, для того, чтобы этот капитал приумножить и забрать. Вот ключевое слово, инвестор оперирует капиталом. А предприниматель Стив Джобс, Билл Гейтс, они оперируют продуктом. Они оперируют потребительскими качествами продукта. Из того, чтобы вы обозначили специфику вашего фонда, что у меня единственное, какие-то отрасли. Вот исходя из опыта вашего работы, из того, что вы знаете, в каких расстях, каких сферах инвестиционные проекты скрывают? Ну, по крайней мере, начинают работать. И второй вопрос, ну, в России, и второй вопрос, опять же, спросите, Вы говорите, как такое ощущение, как вот в аквариуме. Вот берем, мы с собой имеем в порядке, технологии, инструменты, и как бы реализуем. Но мы в России живем в такой непонятной ситуации, у меня такое ощущение, что мы вообще-то не выигнорируем, что там политические, социальные, правоаверийские, вообще, в общем, вот так. Что касается отраслей, я считаю, что наибольший потенциал у наших традиционных отраслей, а к традиционным отраслям стоит отнести полезные ископаемые и машиностроение. Машиностроение с одной оговоркой. Те основные производственные фонды, которые есть на сегодняшний день у нас, и те технологии, начиная от организации технологического процесса производства, и вообще технологии производства той или иной продукции, они безнадежно устарели. И в этом таится большая возможность. Через модернизацию технологических процессов, через повышение эффективности технологического производства, при том большом спросе на машиностроительную и индустриальную продукцию, которая есть в России, мы считаем, что в этом секторе есть большой потенциал роста, рост через модернизацию. Полезный ископаемый рост есть практически во всем, наши традиционные сектора, нефтегазовый сектор, полезные ископаемые, руда, но сейчас не буду отдельно, наверное, в это уходить, хотя можем, если возникнет желание, огромное количество рисков выявилось за последние буквально 3-5 лет, в первую очередь риски сланцевого газа, риски Shell Oil, которые требуют изменения технологического процесса в добыче полезных ископаемых. Если на это наложить еще истощение наших запасов в традиционном районе добычи Западная Сибирь и сложности добычи в Восточной Сибири по тем или иным соображениям, требования к повышению технологичности добычи нефти тоже создает новые возможности, новые инвестиционные возможности. Еще наш сектор, который никогда не был традиционным, но очень потенциальным, это все, что так называемый сектор FMCG, как это правильно перевести, Fast Moving Consumer Goods, это товары народного потребления, вот, наверное, товары народного потребления, которые обладают большим потребительским спросом, и ритейл, откуда вот это бурное развитие пятерочки, магнита, прочих сетевых проектов, это колоссальная ниша и рост потребительственной способности среднего класса населения, который начал формироваться быстрыми темпами. Это, наверное, третий сектор, на который тоже стоит обратить внимание, и мы на него обращаем внимание. Что касается рисков, о которых вы сказали, да, я, наверное, неправильно не заострил на этом внимание, но вначале я сказал, что есть особенности инвестиций в частные компании на развивающемся рынке. Любому развивающемуся рынку присущи существенно более высокие риски административных барьеров и бюрократии, риски коррупции, как следствие дополнительные затратные составляющие. Политические риски в меньшей степени, хотя иностранные инвесторы делают большую поправку на политические риски в России, что удорожает стоимость капитала. Мы, конечно, с этим тоже должны считаться. Но я это сказал одной фразой – неразвитость институтов. Вот все это я считаю неразвитостью институтов, и, конечно, эти риски приводят, с одной стороны, к удорожанию стоимости капитала, с другой стороны, это может привести к чему угодно на стадии реализации проекта, и все это должно быть финансовой модели. Вы правы, бизнеса в аквариуме не бывает. Я просто рассказал одной своей знакомой, которая тоже работает, как она считается «private equity», и рассказал о том, что Вы предложили переводить этот термин как инвестиции в частной компании. Но она в то же время сказала, что им ничто не мешает инвестировать, хотя она считается «private equity». Компании инвестировать также в корпорации с госучастием, то есть, по сути дела, в корпорации, которые принадлежат государству. Насколько это уже теряется перевод? А что значит инвестировать в корпорации с госучастием? Ну, которая контрольный пакет принадлежит. Тогда это, скорее всего, ОАО, если контрольный пакет принадлежит государству, это значит, что уже прошла процедура приватизации. А если это ОАО, то это публичная компания. Это значит, что его акции котируются на той или иной площадке, или потенциально мы допускаем ликвидность. А если это в ГУП или госкорпорация, как организационно-правовая форма, то туда и инвестировать некуда, потому что там нет акционерного капитала. Так что, прошу вас. Он зарегистрирован в Люксембурге, и с чем это связано, это тема того, что вы предполагаете работу в мире, не только ориентируясь на Россию, то есть на все отзывающиеся страны, или в общем-то так? Давайте начну со второго, потому что на первое, мне кажется, я ответил. Да, вы правы, те самые 200 непубличных компаний, крупнейших в России, это и есть цели для private equity компании. Что касается Люксембурга, Люксембург на сегодняшний день это номер один юрисдикция в мире для asset management, для регистрации инвестиционных фондов. И любой иностранный инвестор удивится, если ему предложат инвестировать в фонд, если он зарегистрирован не на Кайманах или не в Люксембурге. Кайманы это американская юрисдикция, в основном для американского капитала Люксембурга, юрисдикция для европейского, ближневосточного капитала и тоже для американского капитала. Наверное, на мой взгляд, не только на мой, на взгляд многих адвокатов, сегодня законодательство Люксембурга об инвестиционных фондах является самым продвинутым законодательством в мире. Наш фонд является регулируемым, мы ежеквартально обязаны сдавать отчетность в комиссию по ценным бумагам Люксембурга, есть целый набор еще дополнительных ограничений, администраторы, те же самые адвокаты, которые наблюдают за тем, насколько правильно, корректно и последовательно принимаются инвестиционные решения в фонде, что является дополнительной степенью защиты для его инвесторов, которые проинвестировали в капитал фонда. И последнее, в люксембургском законодательстве нету так называемого capital gain tax, это налог на прирост капитала. Именно в этой связи большинство инвесторов предполагают инвестировать в те юрисдикции, это есть и на Кипре, это есть в Гибралтаре, в Джерси, но там не столь развитое фондовое законодательство. А вот ни на Кайманах, ни в Люксембурге нету так называемого capital gain tax. В чем смысл? Мы сегодня проинвестировали в компанию миллион долларов и завтра продали эту компанию за 10 миллионов долларов. В российском законодательстве возникает налог на прибыль на 9 миллионов долларов, с которого ты заплатишь ставку 24% налога на прибыль. В специальных фондовых юрисдикциях инвестор от этого налога освобожден. Capital gain – это не налог на прибыль от операционной деятельности, это долог на прибыль от доходности на инвестированный капитал. Это тоже очень важно. Как вы видите, возможно, это депротивление с точки зрения расширения крупных профессиональных участников. Я имею в виду, что фондируют для вас. Смещение крупных инвесторов на более массовое. Возможно, это неэритический фондирует часто физических лиц. Ну вот такой очень условный пример. Ну вот, допустим, сейчас была приоритетизация конкурсовского банка, который понятно, что участник, победитель этого конкурса заранее был здесь, с точки зрения того, что там не так много участников. Ну вот, допустим, массовое участие физических лиц, небольших инвесторов и так далее. То есть, допустим, юридически возможно ли привлечение массового инвестора в то, что вот такие вот проекты. Вторую часть вопроса попробую ответить. Если не отвечу, то вы потом переспросите. Насколько я понимаю, вот такая модель, по-моему, как вот сэк-маркет в Соединенных Штатах реализована. Условно все инвесторы делятся на так называемых КУИБов, Qualified Investment Buyer, и ритейловых инвесторов. Вы сейчас говорили про ритейловых инвесторов. Про ими могут быть физические лица, ими могут быть кооперативы, малый и средний бизнес. В любом законодательстве всегда разные требования к работе с этими инвесторами. Суть одна. Подразумевается, что ритейловый инвестор имеет право быть менее профессиональным, менее изощренным, менее искушенным в качестве того инвестиционного продукта, который ему предлагается. И это налагает большое количество дополнительных требований к фонду, к управляющей компании, к прозрачности, к финансовым инструментам, к горизонту инвестирования. Если твой инвестор попадает под категорию квалифицированный инвестор, набор требований к фонду или к продуктам, которые предлагает фонд, существенно меньше. Потому что он квалифицированный, это его риск. Прежде чем принимать решение инвестировать в фонд, он имел весь набор возможностей из публичных источников информации для того, чтобы проанализировать свои риски. Мы для себя приняли решение работать с квалифицированными инвесторами. И вообще я не знаю случаев, когда ритейловые инвесторы инвестируют в private equity фонды. Есть ограничения через модель так называемых фондов-фондов, когда есть фонды, собирающие средства ритейловых инвесторов, а потом инвестирующих не в конкретные проекты, а в некоторые фонды. Хедж-фонды, real estate-фонды, private equity-фонды. Но пропорция вот этих средств, которые приходят из фонда-фондов, она всегда очень небольшая. 5-10% не больше. Но принципиальная разница в том, что ритейловый инвестор имеет право быть непрофессиональным. Но мы для себя выбрали модель работы только с квалифицированными инвесторами. Максим Глубов. Кирилл, у меня на самом деле три вопроса. Я постараюсь сказать этим вопросом. Первый очень простой. Вы сказали, что вы начинаете рассматривать проекты, начиная с внутренней ставки доходной. Норма доходности 30%. Мне казалось, что это как бы такая средняя норма доходности для тех компаний, которые на Западе работают. Для меня это как бы кажется, что низко. То есть какой на самом деле вопрос, собственно, какой на самом деле средняя внутренняя ставка в норму доходности и куда вы инвестировались. А второй вопрос, он более такой, скажем, менее простой. Во время кризиса, это очень известная история с Джеймилом Мотроса, компанией, когда американское правительство сначала продало компанию Даймлеру, если я не ошибаюсь. А потом Даймлер не смог ничего сделать, продал его как раз Private Equity Funds Cerberus. И Cerberus тоже в итоге ничего не смог сделать. Джеймилом Мотроса продал, по-моему, Фиату, то есть сейчас итальянская компания. Вот, собственно говоря, вопрос в том, что нужно было привлечь быстрые средства для того, чтобы установить Джеймилом Мотрос. Но и поэтому обратились в какой-то момент к Private Equity Funds Cerberus. Но, опять-таки, интерес у Cerberus был исключительно в том, чтобы попытаться отбить деньги за 3-5 лет и не менять менеджмент. То есть, или как бы не инвестировать на более долгий слог. Собственно говоря, поэтому вопрос, как вы считаете, если брать компании Private Equity, фонды, работающие на российском рынке, должно ли быть какое-нибудь ограничение по отраслям, куда эти компании могут инвестировать? Допустим, нужно ли ограничить тоже автомобильную промышленность? С одной стороны, ее надо поднимать, с другой стороны, как бы если привлекать деньги из таких фондов Private Equity, то это не даст долгосрочный положительный эффект. Спасибо. Да, что касается 30%, вы правы, это действительно, во-первых, такой стандарт или даже в чем-то минимальное ожидание доходности инвестиций инвесторов Private Equity. Ну, я обычно называю эту цифру, чтобы не пугать держателей инвестиционных идей, потому что она для большинства людей выглядит как очень агрессивная. Но на самом деле, Максим, вы абсолютно правы, она совсем не агрессивная с учетом того количества рисков, неликвидности, которые таятся в Private Equity бизнес. Мы стартовали, как я сказал, с января 2011 года, и на сегодняшний день, если брать оценку нашего капитала, на 1 сентября, мы на 1 октября еще не делали доходность, пока мы показываем 44%. Это немного в масштабе, может быть, Private Equity, но достаточно хорошо для наших инвесторов, они удовлетворены этим. Что касается второго вопроса, он сложный. В принципе, я считаю, что в конкурентном секторе экономики введение какого-либо ограничений было бы неправильно. Есть рынок, а я верю в невидимую руку рынка, есть разумные собственники, которые всегда в конечном счете делают свой выбор в пользу той или иной бизнес-модели. И даже если говорить в отношении Автоваза или КАМАЗа, несмотря на всю так называемую социальную значимость этих проектов, я считаю, что те собственники, которые сегодня обладают пакетами акций этих компаний, не должны быть ограничены в своем выборе с точки зрения продажи их в сферу Private Equity. Спасибо, Андрей Легачев. Удвоение капитала. Да, это так прилично. И на мой взгляд, рациональный собственник не как за таким условием вам за деньгами не пойдет. И вот это такая получается игра. С одной стороны, вы пытаетесь его соблазнить, а он раз, такой танец, танец получается. И он не рациональный с двух сторон. Потому что рациональному собственнику гораздо лучше не пойти в банк и получить кредит, чем идти к вам. А вам как-то вы то ли обмануть его пытаетесь, то ли поймать вот такую ситуацию, когда он от безысходности приходит, по-моему, 30% надо подписаться. Вот объясните этот парадокс, как он у вас существует. Понимаете, парадокс в том, что он не подписывается. Он не несет ответственности за эти 30 годовых. И если бизнес не получился, он говорит, извини, не получилось. А я говорю, ну, понимаешь, да, значит, я сам неправильно посчитал. Это мой риск. В этом бизнесе нету гарантий. Но в чем вы правы? Вы правы в том, что рационального собственника обмануть невозможно. Как бы ты ни пытался обманывать. Если ты его обманул, то это не тот тип менеджера или не тот тип собственника, с которым я хочу работать, с которым я хочу делать бизнес. Если я его обманул, значит, его завтра кто-то из конкурентов обманет. Он мне уже не интересен. Я не сказал о важной вещи, когда рассказывал про private equity. И вот вы меня поправили правильно. Private equity – это далеко не только капитал. Private equity – это всегда новые стандарты корпоративного управления, новые стандарты корпоративных финансов, выбора оптимальной структуры капитала и новые стандарты investors relations. Любой собственник, занимаясь бизнесом, обычно у него не хватает времени на три этих составляющих. А если собственник в качестве модели выхода или модели получения рыночной оценки для себя видит IPO, без структуры капитала, без corporate governance, без investors relations, он не получит справедливой оценки своего актива на IPO. И многие специально на стадии пре-IPO привлекают private equity фонды, которые берут эту ответственность на себя и только этим в дальнейшем занимаются. А собственник продолжает развивать бизнес-модель. Вот, наверное, это то, на чем сходится рациональный собственник и private equity бизнес. По сути, вы абсолютно правы, всегда собственник сначала идет в банки и финансирует свой бизнес за счет банков. Вторая ступень развития финансирования – это private equity, когда помимо кредита собственник получает уже оценку своего бизнеса. Оценка тоже важна, на каком-то моменте собственник хочет понять, сколько же я стою. И понять это можно, только продав какой-то существенный кусок своего бизнеса private equity инвестору. И третья стадия – это либо IPO, либо strategic sale. А второе спасибо большое за полный ответ. И второй вопрос был таков. Один из книжных правил инвесторов в мире, он такую систему совершенно не скрывает, он ее везде публикует, рассказывает о нем, публизирует по сути. А вам нужно что-нибудь добавить к его методикам, или вы их используете, скажем так, или вы изобрели что-нибудь свое дополнительное? Ну, знаете, в этом бизнесе очень сложно изобрести что-то свое. Но Уоррену Баффету действительно это удалось. И у инвесторов, у инвестиционного сообщества даже есть такая шутка или тезис. It is not a Warren Buffett business. Когда приходит инвестиционная идея, ты на нее смотришь и говоришь, да, это не идея, которая понравилась бы Уоррену Баффету. То есть сразу выбрасываешь ее в корзину. Или думаешь, да, может быть, вот Уоррену бы эта идея понравилась, ты начинаешь ее анализировать. Он свое правило много раз произносил, и оно звучит просто, но почему-то очень мало кому удается ее повторять. Он не инвестирует в то, чем он не пользуется. Не то, что он любит, а в то, чем он не пользуется. И вот его фраза, неважно, во что ты инвестируешь, в железнодорожную компанию или в носки, если я этим сам не готов пользоваться, я не буду предполагать, что этим будет пользоваться другой потребитель. Но он гениальный человек, потому что он, наверное, единственный со своим Berkshire Investment, которому на длительном горизонте, а длительный горизонт в инвестиционном бизнесе очень важен, удается обыгрывать S&P Industrial Index. Это означает, что все-таки его бизнес-модель, она уже проверена 20-летиями. Будьте добры, вы достаточно подробно изложили схему выбора инвестиционных проектов, но ничего не сказали о схеме выбора инвесторов, которые формируют ваш инвестиционный фонд. Не могли бы вы раскрыть эту тайну, если это возможно? Да, есть отдельная статья, которая называется «Фандрейзинг», когда ты привлекаешь капитал в свой фонд. В машине нельзя инвестировать? Да, да, иначе у тебя не будет капитала для того, чтобы инвестировать. Опять же, фандрейзинг сильно зависит от того инвестиционного продукта, который потом предполагается. Но если мы сегодня говорим об инвестициях в частных компаний, то фандрейзинг, скорее всего, пойдет через так называемые «фэмили офисы» на сегодняшний день. Это, наверное, для «правит-эквити» основной источник капитала. Через так называемые «суверенные фонды» Ближний Восток и Азиатский мир. Те же CIC, Тимасик, очень известные инвесторы в «правит-эквити». Через фонды фондов. Существует много фондов, которые инвестируют в разные продукты. Риал-эстейт, хедж-фонд, публичный рынок. И у них всегда есть небольшая пропорция на «правит-эквити» инвесторов. И, наверное, все. Вот на сегодняшнем рынке подъем «правит-эквити» капитала будет ограничен вот этими тремя категориями инвесторов. В кризис 2008-2009 года столько «правит-эквити» фондов и менеджерских команд потеряли денег. Десятки миллиардов долларов, наверное, даже сотни миллиардов долларов. Что на сегодняшний день это один из самых видов активов, к которым наиболее настороженное отношение. А в России сегодня наблюдается такой эффект, как усталость от капитализма. Это не новое явление. Это явление, которое повторяется второй раз после отмены крепостного права. Там тоже то есть следующее поколение не выказывало так активное умение того, кто создавал бизнес. Поэтому у меня такой вопрос. Не является ли ваш фонд гаванью для уставших капиталистов, которые как частные инвесторы вкладывают в ваш фонд? Нет, наверное, так бы не сказал. И по-другому не скажу. Не рассматриваете ли вы это как весомый сегмент инвестиционного вложения? Собирание инвестиционных средств. Так бы не сказал, хотя вот в чем абсолютно с вами соглашусь. Любой обладатель капитала, неважно физическое лицо это или банк, которому его доверили под управление. Мы сейчас прекрасно о физическом капитале. Тогда проще, да. Если это физическое лицо, то есть такая теория о локации инвестиционного портфеля. И в общем даже непрофессиональное физическое лицо, принимая решение об локации своего инвестиционного портфеля, оно так или иначе скатывается к этой теории. Немножко в кэше, немножко на каком-то длинном депозите в надежном банке, немножко в недвижимости, желательно доходоприносящей недвижимости, немножко в публичных торгуемых инструментах, в которых тоже высокая степень риска, акции, облигации, производные, но там ликвидность большая, там всегда в течение 24 часов можно продать и выскочить. Немножко в рискованных проектах. И вот в категорию рискованных проектов попадают венчурные инвестиции, private equity инвестиции, стартапы, создание новых, малых и средних бизнесов. И вот когда человек выбирает для себя, ну окей, готов 10% своего капитала, который у меня есть, разместить в private equity бизнес. Вот к этим людям, такие как мы, и должны приходить и предлагать инвестировать в наши компании. В чем особенность? Ему делать ничего не надо. Он платит так называемые 2,20, это стандартная модель вознаграждения управляющего, 2% от капитала под управлением, который идет на компенсацию костов, на них тяжело заработать, и 20% от прибыли, которую мы приносим инвестору. Это много. Обычно инвестор, заработающий капитал, жадный, он не любит делиться прибылью, несмотря на то, что это 20%. Но с другой стороны, он может позволить себе деньги проинвестировать и забыть. Ему не нужно дальше тратить время на анализ бизнес-идей, на управление бизнесом, на погружение. Ему нужно ежеквартально или ежемесячно получать отчеты и дальше голосовать ногами. Либо нравится, тогда остаюсь. Не нравится – ухожу. Это было, как Вы сказали правильно, хорошей гаванью до 2008 года, пока не развалилось 9 из 10 private equity фондов во всем мире. И на сегодняшний день это, к сожалению, уже не является какой-то моделью. Я хочу закончить. А Ваши стратегии, взгляд на этих уставших, но имеющих деньги людей, как и предполагать русского происхождения, имеют интерес как источник инвестиций? Для роста Вашего инвестиционного фонда. Или нет? Абсолютное большинство капитала нашего фонда, альтероинвестиционный фонд, поднято из российских источников. Именно от тех самых инвесторов, обладающих капиталом, которые доверили его мне и моей команде под управлением. Поэтому это, несомненно, имеет место. Но в чем особенность? Российский инвестор, точнее, российский богатый субъект, заработавший капитал, он сам когда-то был инвестором. Он очень искушенный бизнесмен и очень искушенный предприниматель и инвестор. Ему очень тяжело доверять свои деньги кому-то под управление. Потому что ему тяжело согласиться с идеей, что кто-то может разместить этот капитал более выгодно, более интересно, чем он. Есть одно обстоятельство, которое заставляет ему изменить эту точку зарегида. Возраст и здоровье. Есть, да. Это играет свою роль, несомненно. Но, тем не менее, процесс получения средств от российского инвестора всегда вообще другой, чем процесс подъема денег от инвестициональных инвесторов западных. И совсем уже. А критериев этот отборный инвестор? Ваши последние вопросы. Вы знаете, критериев нет. Но я сторонник тезиса о том, что деньги пахнут. Это означает, что для инвестиционного фонда должно быть немаловажный источник происхождения капитала, который он привлекает. В конечном счете, выбор всегда за мной. Либо брать капитал в фонд, либо не брать. Ну, это такая уже субъективная штука. Хорошо. Я смотрю еще на студентов, которых я не вижу, потому что они сидят за спинами, но я не вижу там рук. Есть ли еще вопросы? Давайте. Да, то есть у меня может быть немного интересного вопроса, но не менее. А ваш личный поход в инвестиционных компаниях читает миллион. Правильно я вас понял, да? То есть правильно я понимаю, что, ну, большинство инвестиционных людей интересов, часто рождаются в малом где-то, в среднем бизнесе. Ну, и не линовались сказать, что в России в 600 компаний теперь с капиталом меньше, да? То есть почему вы отсекли такую огромную часть, как бы, да? Или это просто не мат бизнеса, или, правда, какие-то не подразумевают инвестиции в меньшие компаниях, да? То есть это такой вопрос. И второй вопрос, кажется, что вы могли бы высказать какой-то один из семейных проектов, которые вы сейчас используете, если это, конечно, возможно, уже если есть какая-то стадия, по-моему, создания, можно сказать. Да, то, о чем вы говорите, это скорее относится к венчурному финансированию, к финансированию стартапов. Для этого есть свои фонды, свои инвесторы, которые умеют оценивать риски стартапов, умеют оценивать технологические риски. Я просто не умею их оценивать, и команду формировал по другому принципу. Ну, есть еще, знаете, такой аспект времени. Ты потратишь полгода, прорабатывая сделку, цена которой 10 миллионов долларов, или потратишь полгода, прорабатывая сделку, цена которой 200 миллионов долларов? Эффект масштаба, да. Полгода потрачено и квалифицированного аналитического ресурса, а деньги, которые мы заработаем разные, они существенно отличаются. Из реализованных проектов на сегодняшний день у нас два входа, и один даже сопровождался с промежуточным выходом через IPO. Мы проинвестировали в частную нефтедобывающую компанию РУСПЕТРА, на тот момент времени она называлась PTH, Petroleum Technologies. Мы поменяли менеджмент, сформировали пул инвесторов, поменяли стратегию, решили огромное количество административных вопросов, которые сопровождались риском отзыва лицензии, сделали компанию так называемую IPO-able, и в январе этого года достаточно успешно разместили акции этой компании в категории Prime Listing на лондонской бирже. Привлекли 250 миллионов долларов, 50 направили на погашение долгов, 200 направили на капекс в развитие компании. И сейчас компания уже другого качества, она по-другому оценивается и по-другому смотрится. Ну, вот это классический пример правитой этой сделки. У меня тоже есть вопрос, на самом деле, до 5 миллионов. И он связан с тем, что у нас сейчас есть заказ вопрос НАМО, но исследования, которые давно не делали социологи, лет 20, наверное, нет, потому что денег не было науки на это. Сравнение технологического предпринимательства в четырех регионах России, а также в Тайване, Корее и Петербурге. Исследования достаточно странные. Мне кажется, зачем выбрали такие регионы, но, как с вами, в Учбайске, наверное, были следующим образом. У них назначения в экономический аппарат контролировались, а силовые уровни у нас тоже. У них, то, что называется, Московский предприниматель у нас тоже. Но у них развитие есть, а у нас есть. Еще разница. И его рабочей и позиции, что есть некоторая культура технологического предпринимателя, которая отличается между странами. Ну, вот мы сейчас занимались полем, то есть работали люди, наверное, и в Юго-Остоящей Азии, и в Ингландии всегда были как раз так, как в азистанских случаях, что классический. Посмотрите, вот тоже вроде как было чудо, пока не было. И то, что показывают результаты, с точки зрения покажется банальным. Вот интервью, я не буду сейчас говорить про различные, а совпадения, интервью всех тех, кто является успешным психологическим предпринимателем во всех этих регионах России и странах, которые посмотрели, они напичканы высказываниями про любовь, но любовь не к жене, не к детям, потому что люди чаще всего бросаются, съемки, у них они разваливаются, раскалываются, и филе эти особо жестокие истории. Тайвань, ну там особенная культура, значит, отношения к женщине, это другой вопрос. Но то, что я услышал вас, когда вы говорили, напомните, какие вещи, которые я точно знаю, когда я смотрю на вас, если вы придете платить у меня деньги, чтобы инвестируйте у вас первые 30%, не меньше, второе – любовь к проекту. Но вот тех технологических предпринимателям, которые мы смотрели, они влюблены, как представители РЖЕС, свои железские вагоны, конкретные проекты, и то, что это гидр можно потрогать. То есть я вижу, пусть их приют, как я говорю, вик-сканеру, буквально, мне кажется, метафорика, да, но это как наши детские сказки, мы видим то же самое, это как меч-плодинец для них. А вот как можно быть влюбленным в проект, вот скажите им, вот. И это первый вопрос. И второй, почему он еще интересен? Рядом с Чубасем всегда есть люди, которые у него сидят, там, зам-зама, который должен внедрять на ход кисицу области. Ну, сейчас он занимается наукой, а есть люди, которые должны заниматься консолзингом. И они, что-то, как обычно, есть такие вопросы. Какой цвет подпятить, покрасить в результате системы, да, чтобы поднять производительство удара, или, там, граффери технологического предпринимательства. Вот дайте нам, скажут, они, на конце концов, когда мы даем исследование, если там будет этот результат, надо еще переправить их кирпу. Я скажу, ну, какие практические имитации вы даете? Вот как отличить от того, кто влюблен в свою железку настолько, что он ее запустит, и она влетит, от того, кто просто сидит и перед вами вечно сгорается, и от того, чтобы получить деньги, а вам сказать, ну, не случилось, стартап не взлетел. Вот ваш практический навык в правилах Буратчика. Как вы это различаете между теми, которые искусственно манипулируют внешним видом, или ведь это действительно влюблен в проект? Сначала все-таки подчеркну, что, когда я говорил о влюбленности в проект, это принципиально важно и даже необходимо для предпринимателя, для того, кто сгенерировал эту идею, и теперь под эту идею привлекает капитал. Но это очень опасно для инвестора. Когда инвестор влюблен в проект, то это самый короткий путь к потерям, к излишнему оптимизму, эмоциональности, такая полка о двух концах. Когда приходит искушенный фандрейзер или предприниматель, который хороший манипулятор, как вы сказали, или хороший психолог, то выяснить это на стадии переговоров с ним, достаточно сложно. Ну, либо надо обладать какими-то специальными, профессиональными, собственными навыками психоанализа или иными техниками. На стадии финансовой модели цифры уже говорят сами за себя, но предприниматель может обманывать на этой стадии и может давать недостоверную информацию, которую мы не способны проверить. Что странно, но тем не менее допускаю. Именно поэтому я сказал о третьей вещи. О людях должны говорить их дела. Поэтому я бы вряд ли стал работать с предпринимателем, который очень хорошо рассказывает про себя, но в жизни еще ничего не сделал, у которого нет опыта успешных проектов. Не только СИВИ. СИВИ тоже можно нарисовать хорошее. За него должны говорить его дела. Он должен быть успешен в чем-то еще. Не обязательно в этом проекте, но в чем-то он должен быть успешен. За ним должен быть уже успех реализованных дел. А вот все-таки в первую часть вопроса. Можно ли быть влюбленным финансовым проектом? Я понимаю, что я тоже когда-то закончил органический факультет, но сам по идее быть влюбленным. Хотя можно сказать, что я не знаю. Я уверен, что когда Андрей создавал «пятерочку», вы были, но если не влюблены, то вы абсолютно верили в успех «пятерочки». Я реально ненавидал, понимаете, я реально ненавидал. Вы увидели? Я туда случайно попал, если не существенно, я могу рассказать, как это произошло, но реально ненавидал этот проект, потому что я бы попал с финансового рынка, как и улыб. И у меня былой столик с ним в проспете, там, знаете, 20 красивых девушек, где-то в русском ходили, там, что-то будет так подсчетно и все. И я приехал, ну, колхозник, на мегаппортную улицу, и проявляю, на новой машине, там, под холдобином, какие-то там, и проявляю, что было ужасно, и будет чудовищно, просто, знаете. Я смотрел этот дом колхозники, нам падал потолок, мы какие-то крысы бегали по улице, то есть это будет... Я ненавидал этот проект совсем. Но что вас заставило этим заниматься? Жалость. Это вторая вещь после влюбленности. А потом я обратился в эту же сцену, я теперь на долгое годы в рейтинге, надеюсь, да? Но это действительно хороший бизнес, но когда я начинал, я его реально ненавидал, просто, реально. Потому что мне приходилось из-за жадности как-то всем этим заниматься. Но, можно вопрос задать тогда, чтобы с вами что-то перешло? По-моему, мне кажется странным, что, когда люди инвестированы в Россию, в кого-то, что я рискованную страну, хотя мы все понимаем, что она такая рискованная, как я обычно рисую, да? Они заставляют переплачивать им за этот политический риск. Это такая тоже игра, игра очень серьезная, при которой я считаю иностранным инвестом, ребята, вы должны нам доплачивать. Потому что мы здесь бегаем, вот раньше подходили в 90-е годы, сейчас там политический риск, как говорят, да? Нам должны доплачивать. Не мы вам должны платить за то, что мы бегаем в России, а наоборот. Мне кажется, что ситуация более справедливая, если стоимость капитала для России будет более дешевая. Потому что, как понимаете, что рискует, собственно говоря, а инвестор рискует. Инвестор рискует тоже. Он же расстается со своими деньгами, не имея гарантии. Даже кредитор не имеет каких-то жестких гарантий, если это не встречная гарантия суперзападного банка. Инвестор рискует так же, как вы, как предприниматель. Риски России во многом преувеличены. Здесь я с вами согласен. Но это понимают только те, кто ежедневно с утра до вечера пашут на этой территории. И понимают, как здесь работать, как здесь зарабатывать деньги, как здесь их не потерять. Объяснить это иностранному инвестору практически невозможно. Тем более, что все-таки все иностранные инвесторы работают по определенному набору регламентов и стереотипов. У него есть формула Weighted Average Cost of Capital. И он вот, хочешь не хочешь, должен в эту формулу поставить норму странового риска. Свой риск на альфу, свой риск на бетту. И все. И объяснить, что это не так, что здесь по-другому невозможно. К сожалению, это тот стереотип, с которым мы должны считаться. Хорошо. Ну что же. Я так и просто хочу сказать, что я не словам продирался, а на счет того, прикрыленности в проектах. Хочу рассказать о том, тем более, что присутствие бездорожников навевает эти мысли. Есть такая дисциплина, у нас называется социология вещей. Не только людей можно историровать, а социальный аспект вещей. И одна из книжек называется «Арамис. Любовь к технологиям». Там описывается процесс создания в течение 15 лет нового типа железнодорожного транспорта, который хотели сделать как альтернативу метро и райзор Парижа. Начиная с 1974, по-моему, в поезде метро разместены сегменты по четыре кресла. Вы выдержаете, эта мечта, от своей станции. В четвером, ну, более-менее, понимаешь, что вам нужно поехать без всяких пересадок с Фронзенской до, не знаю там, с пересадкой на Елизаровскую. И ваш сегмент сам перегруппирует, соответственно, едет туда. У него же никуда переходить, менять поезд, ничего. Надо было только выяснить, как эти штучки, из которых состоит 8 поезда склеивать и задать программу перехода. Проект шел 14 лет, рухнул, есть достаточное количество описаний. Смешно, что диагноз, который поставили, шесть агентств разрабатывали, и ни одно не любило его до конца настолько, чтобы заставить его случиться. В результате ворвы ходят какие-то элементы остаточные этой системы. Сейчас, значит, в Лиле тоже завели в городе что-то похожее, но проект до сих пор не реализован, не было ни одного человека, влюбленного в него до конца. Так что, я не предъявляюсь словам, это научная работа. Спасибо вам большое за то, что вы наиболее выросли эти размышления и за интересную лекцию. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...